Баскетбольный клуб Университет Югра на своей площадке разгромил Спартак Приморья в последнем домашнем туре предварительного этапа чемпионата России. Однако в самом начале игры гости выглядели лучше 7-0 на старте матча. Но уже к концу первой четверти университет собственное положение поправил 30-23. В дальнейшем сургутяне только наращивали свое преимущество. Итог всей встречи 90-65. Десятая домашняя победа подряд югорской команды. У них самый результативный группа плющников. Настраивались, разбирали по нему много моментов. Разные комбинации под него делаются. Как обезопасить себя от его трехочковых. Ну, я считаю, справились с задачей. Конечно, мы ожидали борьбы. В первую очередь сургут сильная команда. Разбирали их. Вроде и настрой был нормальный. Но вначале у них был хороший процент попадания, за счет чего они оторвались. А такая команда сильная, она не позволяет сопернику уже потом подобраться к ней близко. И контролировали темпы, поэтому нам не удалось никак их догнать. Для того, чтобы остаться на первой строчке, университету необходимо выиграть два оставшихся матча. 15 марта в Москве против команды МБА, которая потеряла шансы на дальнейшую борьбу за медали. И 17 марта в Химках против одноименного коллектива, который замыкает турнирную таблицу. Две победы дадут университету право преимущества своей площадки на всех стадиях плей-офф. Наставник Сургутян уверен, что если команда отнесется к сопернику так же серьезно, как и в матче со Спартаком, первое место у студентов никто не отнимет. Сегодня играла вся команда. Почему получалось у Липовича? Потому что у нас все могли забить. Илья Александров, и Сероватка, и Пушкин. Савенков полностью собрал подборы на своем щите и боролся, как лев. Поэтому щит, выиграна игра.